Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте и в этом выпуске. На заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса приняли решение об отмене QR-кодов на территории региона в связи со снижением уровня заболеваний COVID-19 в Ненецком округе. Что происходит с очередью по переселению, а также на каком этапе строительства находятся многоквартирные дома. Как создать свой первый трек? Школа Wild Wave рассказывает о творческом проекте. По состоянию на 13 часов 45 минут 2 марта автозимник Наринмар-Усинск открыт для всех видов автотранспорта, сообщили в главном управлении МЧС по Ненецкому автономному округу. Напомним, протяженность зимника чуть больше 30 километров. Он состоит из двух частей в обход нулевого и второго участка строящейся дороги. На зимнике есть пункты обогрева, теплые балки, где можно согреться, поесть, поспать и принять душ. Уточнить информацию о работах, которые ведутся на зимнике, а также о состоянии и содержании круглосуточной зимней автодороги можно по номеру телефона, который вы видите на своем экране. На заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса приняли решение об отмене QR-кодов на территории региона в связи со снижением уровня заболеваний COVID-19 в Ненецком округе. Пик заболевания пройден, отметила на заседании штаба руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елена Левина. Число вновь заболевших снижается каждые сутки. Так, за минувшие сутки зафиксированы 36 новых случаев заболевания COVID-19. 87 человек выздоровели. Количество выздоравливающих значительно превышает количество заболевших. В связи с прохождением пика заболеваемости коронавирусом в округе глава региона предложил пересмотреть ограничительные меры, введенные оперативным штабом ранее. Можно начать с отмену QR-кода, с учетом того, что у нас большое количество людей переболело и привито. На сегодняшний день я считаю, что это норма исключенная. Можно ее исключить из жизни населения. Члены оперативного штаба поддержали это предложение. Теперь подъявлять QR-код при посещении общественных мест и мероприятий не нужно. Также на заседании штаба пересмотрели ряд ограничительных мер для предприятий малого и среднего бизнеса. Теперь при посещении их необходимо соблюдать только масочный режим. Напоминаем, в округе по-прежнему сохраняется масочный режим. В целом в регионе лечат от коронавируса 472 человека. Из них стационарное лечение получает 33 пациента. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Новой ферме быть. Такое решение было принято губернатором округа Юрием Бездудным в ходе рабочей поездки в ОМУ. Также глава региона проверил наличие лекарств в аптеке и провел встречу с жителями села. Тема продолжит моя коллега Наталья Дуркина. В начале своего рабочего визита Юрий Бездудный посетил аптечный пункт. Проверил наличие лекарственных средств. Лекарства, вступления, что мы ждем месяц-полтора, заявки охранляются, очень долго ждем. Ненецкая фармация, они-то молодцы. Что не закажешь, они там все быстренько сформируют. Где-то это лежит, я не знаю, на почте России, на порту. То есть это все очень долго. Да какое имеет значение, где это лежит? Это должно лежать здесь у вас на складе, в аптеке. Да. Раньше-то было, что у нас делала заявку в понедельник, в пятницу не пришло. Она уже все это... И у нас постоянно были лекарства, у нас такого не было, как сейчас. Аптека какое-то время пустует, потом снова завалена. Пустует, потом снова завалена. Такого раньше не было. Юрий Бездудный дал поручение профильному департаменту организовать доставку лекарственных средств не раз в месяц, как это было до сих пор, а каждую неделю. Еще одна проблема, которая остро стоит на селе – запись к узким специалистам в городе Наринмаре. Там в окружной больнике сначала как к терапевту, потом к урологу, потом все пошло дальше. То есть, а мне-то так тоже неудобно. То есть, терапевт. Потом, значит, терапевт даст, когда через неделю, через две он к урологу. Это человек приехал из деревни. Билет стоит 8 тысяч, да? Сколько сейчас стоит? Подражал билетом? 8 тысяч. Ну вот. Это туда-сюда ему мотаться, там надо где-то жить. В этом... Получается, потом уролог заболел. Я его записала на этот день, он в этот день заболел уролог. Ну, то есть, ему не попасть. В свою очередь, Юрий Бездудный поручил ответственным лицам отработать с поликлиникой механизм записи на прием к узким специалистам, жителей Заполярного района. Также в ходе рабочей поездки губернатор округа посетил ферму. С щелетом бывает, где-то 800, где-то 17 центеров, мы 87 тонн и так доходим. Слушайте, хорошо. Перерабатываете все это? Ну, да. Что делаете? Молоко, сливки, творог. Вопрос строительства новой фермы в селе назрел уже довольно давно. Именно поэтому глава региона решил на месте, как именно будет строиться объект. Это постоянная боль селян, потому что ферма в аварийном состоянии была. В прошлом году ей сделали такой поддерживающий ремонт. Но по сути, конечно, нужна новая ферма. И вот сегодня мы разбирались, каким образом будем строить новую ферму. Нужен земельный участок, подрядчик, который выстроит эту ферму. Собственно, вот основная цель была разобраться с этой фермой. В ходе рабочей поездки глава региона вручил оленеводам ключи от новых домов. Новоселами стали семь семей, причем пять из них многодетные. Также в ОМИ Юрий Бездудный провел встречу с местными жителями. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Держатели социальных карт МИРНАУ с 1 марта могут предоставлять свою банковскую карту МИР для бесплатного проезда в автобусах Наринмарского АТП. Подключить услугу можно в офисах МОИИ документы в Наринмаре и поселке Искателей. Для подключения необходимо предъявить бесконтактную банковскую карту МИР и документ, подтверждающий льготное право проезда. Граждане, подключившие услугу бесплатного льготного проезда, смогут оплачивать льготный проезд и регистрировать бесплатный проезд без подтверждающего документа. Услугу можно подключить только к одной карте. Она будет доступна через два рабочих дня со дня подключения. Такой же возможностью могут воспользоваться и дети. Родители могут оформить дополнительную карту на ребенка от шести лет. После чего он сможет самостоятельно оплатить льготный проезд при условии, если на карте указаны имя и фамилия ребенка. Более 70 миллионов рублей выделено из окружного бюджета на реконструкцию двух участков водоводов. Работы запланированы на летний период текущего года. Кроме того, по поручению губернатора администрации, Наринмара формирует комплексный план реконструкции всех сетей, который будет реализован поэтапно в ближайшие несколько лет. Изношенность коммунальной инфраструктуры столицы Ненецкого округа почти 80%. Возраст водопроводных сетей Наринмара от 30 до 40 лет. Масштабные аварии случаются не так часто. Последняя произошла на прошлой неделе и оставила без водоснабжения 39 домов. Городские власти устранили последствия на водоводе в течение суток. Не стали ремонтировать старый водовод, потому что он был в чугунном исполнении и срок эксплуатации 25 лет. Проработал он 37 лет. И наступили уже просто усталостные временные изменения, которые уже не позволили его восстановить. Но благодаря проведенной летом этого года, прошедшего года работе, да, то есть уже, скажем так, немножко не предвидели, но ожидали подобной ситуации. И уже были проведены некоторые работы по созданию резервной ветки. Также в связи с аварией было затруднено автомобильное движение в городе, так как производилось вскрытие грунта, последствия которого будут окончательно устранены в летний период. Естественно, что сейчас пока зима, да, то есть сейчас грунты, они мерзлые. Оттайку там произвели, ну, то есть раскопали, да, добрались до чего хотели, там, заглушили водопровод. А сейчас по мере оттайки, то есть когда уже с весной, понятно, что будет уплотняться грунт, да, будет проседание, и это нужно будет просто вовремя устранять. И когда летом уровень грунтового хода это позволит, и будет нормальное уже и естественное уплотнение, и дорожной техникой проведем ремонтные работы по восстановлению асфальтов покрытий. Также на летний период запланированы работы по реконструкции двух участков водоводов. Первый участок – это водовод в две нитки в надземном исполнении от водонасосной станции 1 до колодцев перехвата в районе Городецкой Курьи по улице Пионерская. Второй – это наружный водовод в две нитки от улицы Пионерская до перекрестка улиц Пионерская-Ленина. В первую очередь это у нас будет ремонт от водозабора, да, то есть там прокладка будет свай и трубопровода, и доведение его. Вторая очередь у нас, если помните, два года назад, как раз под Новый год, мы вот эту ветку старую, ту заменим. То есть то, что сейчас есть, мы уже, по крайней мере, знаем, что оно будет работать. Стоимость реконструкции составит более 70 миллионов рублей. Средства выделены из окружного бюджета. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Квартирный вопрос. С начала 2022 года в эксплуатацию было введено два многоквартирных дома. Однако второй этап переселения из ветхого и аварийного жилья еще не закрыт. Что происходит с очередью по переселению, а также на каком этапе строительства находятся многоквартирные дома региона, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. На данный момент дома, которые были внесены во второй этап по переселению, не могут получить ключи от долгожданных квартир из-за недобросовестных подрядчиков. Так, компания, которая раньше строила ООО «Версэм», она, конечно, сейчас панкрот и введена процедуру наблюдения. И мы, так сказать, в ручном режиме доводим эти два их дома до логического завершения. Я думаю, что дом, который апрерка и полярный, мы его доведем, он будет сдан в ближайшее время. А по дому на кольце, конечно, там сложнее все, потому что работников нету как таковых. То есть там, конечно, различные варианты рассматриваем, как подостройка и другой компании, если возможно, по законодательству. Но есть свои тонкости и проблемы. Что касается будущего потенциала, то сейчас принято решение уйти от инвестирования в строительство, то есть от приобретения квартир на последнем этапе застройки. Сейчас у нас планируется ЦСЗ выступать с заказчиком, то есть земля будет передана ЦСЗ и будем строить под ключ. То есть есть, сейчас собирается некий пул земельных участков, по которому мы можем начать строительство под ключ. Это позволяет на каждой стадии контролировать застройщика, то есть на любой из видов работ, скрытые работы, все остальное. И плюс госэкспертиза, проектная документация, все остальное. То есть очень много плюсов для того, чтобы и, в принципе, можно проводить конкурс, который позволяет нам отсечь. Раньше эта цена была определялась. То есть победитель конкурса был только по результатам аукциона, который депринговал и мог не добросовестный подрядчик. А здесь, в принципе, конкурс. Дополнительные требования выставляются по конкурсу. К такой системе перейдут к 2024 году. На данный момент каждый многоквартирный дом проходит три регистрации. Именно поэтому процедура получения ключей занимает немало времени. Если раньше мы квартиры, когда подрядчик сдавал дом, мы сразу регистрировали государственную собственность, то теперь подрядчик должен зарегистрировать их вначале в свою собственность, потом их передать, потом регистрируем в собственность округа, дальше мы передаем муниципалитет, и муниципалитет регистрирует муниципальность. То есть, по факту, у нас три регистрации происходят. Поэтому от момента ввода дома до момента предоставления ключей от квартиры, конечно же, пройдет еще дополнительное время. Добавлю, в планах на ближайшее время завершить работы на долгостроях и ввести их в эксплуатацию. Всего в 2022 году будут переданы под расселение из ветхого и аварийного жилья пять многоквартирных домов. Как создать свой первый трек? Именно над этим вопросом работают участники фестиваля современного искусства «Арктическая волна» в школе Wild Wave. Как проходят занятия и какие перспективы ждут будущих музыкантов, расскажет Василий Хатанзейский. Глеб Мариничев с искусством связан почти с детства. Начинающего артиста всегда интересовала музыка и выступление. Когда появилась возможность поучаствовать в фестивале «Арктическая волна», Глеб сразу подал заявку на обучение. Начнем с того, что вся моя жизнь – это музыка. Вся моя жизнь – это музыка. И я искал направление, которое будет ближе всего, в котором будет такая душевная... ну, отдушина будет, где я смогу проявить себя. После окончания фестиваля, который прошел в ноябре прошлого года, его участники получили сертификаты на бесплатное обучение в школе современных искусств Wild Wave. Сейчас в рамках занятий ребята более детально изучают создание собственной композиции и все нюансы творческого процесса. Нам дают теоретический материал, и вот на основе теоретического материала мы пытаемся создать свое. То есть мы берем звуки, мы работаем с ними, выстраиваем композицию, обрабатываем ее, аранжируем. И конечный итог, то есть продукт наших курсов – это собственный трек, который мы написали. Ну, разумеется, под присмотром преподавателей. В роли преподавателя выступает Сергей Крысанов, идейный вдохновитель и организатор фестиваля «Арктическая волна». Фронтмен группы «Зе Айконс». За плечами артиста множество написанных треков. Свой лейбл, творческое объединение и безграничный опыт, наработанный годами, который он готов передать подрастающему поколению. Да, по итогу курса у каждого будет базовые знания, навыки в работе программы. Тут уже все зависит от того, что ребята сами хотят сделать. То есть они могут начать работать с саунд-дизайном, к примеру. Они могут начать работать с озвучкой. То есть эти базовые знания позволяют им писать не только музыку, но и создавать какие-то там сюжеты свои, может быть, озвучивать игры, еще что-то. То есть кому для чего это понадобится, кто себя в чем найдет. Сейчас ребята пишут каждую композицию, им хочется именно музыкой заниматься непосредственно. И в этом как раз-таки я им помогаю. То есть я им показываю на примере, на своем. Занятия сейчас проводят совершенно бесплатно. Для основателя это своего рода меценатство. Всего на курсе обучаются 9 резидентов арктической волны, выпускники фестиваля. Каждый из творческих ребят настроен на хороший результат. Желание развиваться в музыке, желание становиться лучше, учиться новому, знать, как я могу изменить свои какие-то треки, как я могу научиться их писать. По итогам курсов по написанию музыки будут выявлены лучшие, которые продолжат свое развитие в творческой сфере уже на лейбле партнеров школы. За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. В том числе два ДТП произошло с причинением вреда здоровью. В период с 21 по 27 февраля текущего года на территории Ненецкого автономного округа в сфере безопасности дорожного движения пресечено 294 административных правонарушения. В том числе с помощью комплекса фото-видеофиксации. Сотрудниками ДПС окружной госавтоинспекции выявлено 7 фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. Эта неделя принесла в регион непогоду, из-за чего ситуация на дорогах округа резко ухудшилась. Стражи порядка призывают автовладельцев и пешеходов к повышенной осторожности в период неблагоприятных погодных условий. С пылу с жару. Продолжаем масляную неделю и готовим традиционную выпечку. Рецептом румяных блинов с нашими зрителями поделились в рестобаре «Кочевник». Анастасия Евтисая продолжит тему. Традиционные блины на молоке – это не только просто, но еще и очень быстро и вкусно. Блинчики по этому рецепту получатся даже у начинающей хозяйки. С чего же начать приготовление теста? Первым разбиваем яйца. Далее выливаем 500 мл молока. После постепенно подсыпаем 400 г муки. Не стоит забывать, что все ингредиенты необходимо тщательно перемешивать. При желании в тесто можно добавить растительное масло. Так блины будут более эластичными и не прилипнут к сковороде. Ловкость руки никакой магии. А блины уже шипят и румянятся на сковороде Артема. От этого зал постепенно наполняется аппетитным ароматом. Что касается начинки для блинов, то наполнение может быть самым разнообразным. В нашем ресторане подают блины, естественно, с низнейшей семгой. Самые вкусные блины. С творогом и изюмом. С ягодной начинкой. Даже северная. Это брусника, мороженое. Пользуются очень популярностью. Прошло уже совсем немного времени, а блины готовы и пышут с жаром. Дело за малым. Добавляем вишневый соус и наслаждаемся приготовленным блюдом. Что же касается истории этого угощения, то блины не всегда были главным атрибутом масленицы. Причем блины не сразу стали символом масленицы. Ведь масленица еще называется сырная неделя. То есть прежде всего это молоко, сыр, молочные продукты. А уже потом, попозже, блины стали символом масленицы тоже. Их, конечно, должно быть много и угостить. Первый блин, как говорят, усопшего поминают, ушедшего родственника. Ну а потом уже пекут блинов целую кучу и угощают всех близких и родных. Среду на масленичной неделе называют лакомка. И не просто так. В этот день было принято ходить в гости с вкусным угощением. К блинам следовало подавать всевозможные сыры, молоко, сметану и масло. Наедались впрок, ведь впереди следовал Великий пост. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.